Лилы Господа, они настолько сладостны, что даже если вы будете повторять их снова и снова, вам всегда будет сладостно. Чем больше ты говоришь, тем больше тебе хочется еще говорить. И вы знаете, как по-русски обжора, чем больше ему сладости давать, тем больше еще захочет есть сладости. Лилы Господа, они невероятно сладостны. И первая Нарада решит, что это такое. Он сказал в Альмике. Нарада говорит в Альмике. И Нарада говорит Ясадеве все, всю Кришна Лима. Ясадев получает даршин Кришна Лимы. И позже он описывает это в Куранах в Шримад Бхагават. И в Ясадеве он описывает «Прекрасный Билый Шри Кришны». Через Бхакти-йогу возможно увидеть Бхагавана. Апасид, значит, видеть. И он увидел напрямую Бхагаван. И Садева он получил Даршин Бхагавана и Емулин в то же время. Он также также там была Бахиранга и Шакти. И также он видел, как Майя, она покрывает всех джив в этом мире. Она делает так, что все впадают в иллюзию. И Садева он видел, как дживы, они также могут освободиться, совершая баджану и садану, и получив общение с Адусангей, он слышал и слышал на пост Ванни Киришина Рамана Катху. И чем больше ты слушаешь, тем больше ты будешь способен совершать киртан. И чем больше ты слушаешь, тем больше ты говоришь, чем больше с Рауном, чем больше киртан, тем больше будет и с Мараном, то есть памятование. Самое лучшее это слушать. Сначала вы будете слушать, и тогда ваш киртан будет прекрасным. И после этого произойдет с Мараном. С Раваном, киртаном, с Мараном. Эти две являются доминирующими, и самым возвышенным из этих трех является киртанакем, то есть совершение киртана. Когда вы совершаете киртан, то автоматически вы и слушаете, и памятуете, потому что вам необходимо памятовать, что вы будете дальше говорить. Существует много анг-бхакти. Наши вичалия не объясняют это. Но в Кали-югу самым наивысшим методом бхакти является киртанаке-бхакти. Потому что когда ты совершаешь кирта, автоматически два доминирующих анг-бхакти, они также происходят автоматически, то есть памятование и слушание. Все анги-бхакти, и среди всех ангов-бхакти, самым возвышенным являются харинама-санкиртана. Харинама — это все. В момент смерти, как вы можете что-то слушать? Ну и что такое киртан? Два слуга будут исходить из ваших уст. Харин. Кышни. Харидас-такур. Он просил это благословение от Моха Прабху. Он говорил Прабху. В один момент жизнь, она начнет покидать мое тело. И в этот момент я хочу видеть твое лотосное лицо. Повторяя твое святое имя, в этот момент я хочу оставить тело. И он показывает важность киртана-кья-бхакти. И из киртана-кья-бхакти наша шравана становится чистым. Если вы слушаете, и шравана не является чистым, тогда киртан будет нечистым. Поэтому в первую очередь, так или иначе, вам придется выполнять шравана-кья-бхакти. И Нарадариши вкратце рассказывает Рамакатху в Альмике. В Альмике Нарайана в первой части «Нарада в Альмике самвард». То есть это разговор «Нарада и в Альмике». Нарадариши. А что он не слушает? Я в наушниках он не слушает. А с трансляцией? Затем я вам говорю, «Я не знаю, что ты делаешь. Я не знаю, что ты делаешь. Я не знаю, что ты делаешь. Я – это та, и – это сам-сам-сам-сам-сам. Гурова, ведра, дарма-бхуна, украина, ман-ни-баха, и сатта-бхата, и это. Продолжение следует... 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 Никого сейчас не выпускают на улицу, не разрешают открывать магазины из-за этого коронавируса. Но если вам уже 50-60, то оставьте этот магазин своим родственникам и отправьтесь в Харидвара, отправьтесь в храм и живите в храме. Не нужно на что-то надеяться, это знак, это план Господа, Он хочет, чтобы все оставили. Он думал, я уже состарился, и я хочу отдавить все обязанности своему квалифицированному саму, а сам я буду поклоняться Господу. И он сказал, это очень хорошая идея. Передай все свои обязанности раме. И если ты видишь что-то хорошее, ты должен это делать очень быстро. Если вы совершаете что-то плохое, то если вы хотите что-то сделать плохое, то вам нужно отложить это на потом. Какой день хороший для Раджа Пешики. День Авербава, Рамачандра, Раманава, очень хороший день. Я Мой harVE, они не сделали плохое, но не borrowed меня. Захарщавзрнад. Я условно-партамент не его справили, и губка. Изотвеста защищали. Через movement. batt extraordinарysz узнать его, и губка michа или с д reconst appreciation. Раджа Пешики, она не знаю, как и пmund. Для и authentic детей. Став Spa, это достаточно качественной. На offering утро для вас концентра и в Красную… Если вы хотите сделать что-то хорошее, вам нужно делать это очень быстро и раманавами это очень хороший день для этого. День деления рамачандры, это один из самых благоприятных дней для начинания чего-то хорошего. Но если вдруг вы хотите сделать что-то плохое, то это стоит отложить на потом. Рамачандры сказал, мы четыре братья приняли рождение вместе, мы были в Гурухале также вместе и мы женились вместе. Как можно определить, кто будет царем, без Барата и Шатрубна? У каждого из нас есть свои какие-то определенные особенности. Как вы сегодня знаете, Махабараты и раманы. Рама, он не хотел получать царство, но в Махабарате они сражались за то, чтобы получить королевство, но сейчас наоборот, в Рамане никто не хотел брать на себя ответственность. Такова особенность Раманы. Ира Махарайча даже рассказывала, что произошло после этого. Все было уже готово для коронации Рамачандры. Там была вода из всех священных рек, из семи океанов и земля со всех священных мест. Все было абсолютно готово для коронации Рамачандры с Вастивачин. И они ждали только Мухурты. Пока приятного момента для того, чтобы сделать это. И Айодиапури было очень прекрасно украшено. И для того, чтобы посмотреть Абишеку Рамачандры, все в полубоге, они пришли для того, чтобы созерцать это событие. Все было очень красиво украшено. Это называется Ранголи. То есть все дорожки были выкрашены прекрасными порошками, рисунками из этих порошков. Потому что сейчас должна была состояться Рама Абишек. И никто не хотел пропустить это огромное событие. Все хотели видеть, как Рамачандра станет царем. Даже те, кто не мог ходить, все равно издалека они приходили на такое событие. И мы читали одну книгу в школе, также взятую из Рамая Накадхи. Гордах пытается вспомнить. Так или иначе, Айодиапури, она была переполнена блаженством. Она была вся освещена светом. И Рамачандра, он с крыши смотрел, насколько было красиво Айоди, как будто было время Дипавали. И он чувствовал такое блаженство в своем сердце. Даже реки, они были также наполнены волнами блаженства. Увидев такое, он полностью погружался в это. Так же, как Махарашин объяснял, описано. Каушалия Дэвил, она молилась Вишну, для того, чтобы все прошло благополучно. Каи Кея, она также любила больше Рамачандру, чем Барата. Шастра говорится, это нехорошо любить кого-то больше, чем своего собственного сына. Потому что считается, что если ты любишь кого-то больше, чем своего собственного сына, значит, там что-то скрытое, там что-то плохое скрытое, потому что нет ничего прекраснее, чем материнская любовь. Хорошо, вы можете любить Гуру и Господа. Но на самом деле, ничто не может быть равно любви матери. Возлюбленные и возлюбленные, они любят друг друга скрыто, никому не показывая об этом. И парень, он сказал девушке, давай, мы же женимся. Но девушка сказала, я не могу выйти за тебя замуж до тех пор, пока твоя мать жива, потому что я нехорошо отношусь к ней. Мне кажется, она также нехорошо относится ко мне. Но вы знаете, любовь, она слепая, и когда вы влюблены, то вы ничего не видите. Вы не способны адекватно рассуждать. И в это мгновение вы же готовы дать все, что хочет ваш возлюбленный или возлюбленная. И девушка сказала, если ты хочешь жениться на мне, тогда принеси сердце своей матери. Прямо сейчас. И тогда он отправился к своей матери. А его мама, она так любила своего сына. И она уже приготовила ему покушать. И она даже не начинала есть до тех пор, пока сын ее не вернется домой. И уже было очень поздно. И мама этого парня, она ждала уже его с тарелкой, с вкусной едой. А он сегодня приходил. И она ждала до самой ночи его. И она почувствовала сонливость уже. И она уснула прямо рядом с тарелкой. И в этот момент сын вернулся домой. И он принес очень острый нож. И он взял и разрубил грудь своей матери. И вынул ее сердце. И в своих руках он нес сердце собственной матери. Любовь, она такая слепая, что когда ты влюблен, ты готов на любые глупости. И он нес это сердце своей матери, своей возлюбленной. И что произошло по дороге? Он споткнулся о камень. И сердце выпало из его рук. И тогда из сердца начал сходить голос. И она начала говорить. О, сын, наверное, ты так сильно споткнулся и чувствуешь боль. Позволь мне, пожалуйста, помассажировать твою стопу. Это сердце. До сих пор из сердца матери исходил голос. И она была готова служить своему сыну. Это называется бескорыстная материнская любовь. В этом мире никто не может отплатить матери. Вы можете отплатить за все ваши долги. Но вы не сможете отплатить ваш долг перед матерью. И говорится о том, что чтобы отплатить долг одной матери, вам необходимо будет принять рождение в течение семи жизней и отдавать свой долг матери. Сколько раз вам необходимо будет отдавать долг? Семь жизней. И у вас будет еще семь матерей. Вы представляете? И как тогда избавиться от этого долга? Получается, что это невозможно. Если вы у кого-то, допустим, поели рис, то вам необходимо уже заплатить за него. Вы ничего не можете получить бесплатно. Как вы можете освободиться от долгов? Бхагаван. Бхагаван говорится. Бхагаван говорится. Есть только один путь, с помощью которого вы можете избавиться от всех грехов. От всех долгов. Это предание Бхагавана. Продолжение следует. наша обязанность это служить макунди нет больше нет больше никаких других обязанностей айодья она была прекрасно украшена определенному фурту в особое время должно было пройти коронация рамачандры все великие риши собрались вместе кей кей она любила рамачандру больше чем бороду он спросил богословения от матери кайки мама если ты любишь меня дай пожалуйста мне благословение на то чтобы я оставался в лесу на то желание бхагавана и поэтому майя она продействовала так что кейки она дала свое благословение рамачандру она сказала то что бартон может стать царем и рамачандра он может отправиться в лес на 14 почему именно 14 если вы там какое-то почему 14 лет могло быть 12 лет может быть 13 или 16 15 почему именно 14 на самом деле ваишнаба они объясняют очень красивую харикатху как индраджит он получил одно благословение это та личность которая будет находиться в течение 14 лет в течение 14 лет не будет ничего есть не то чтобы без фруктов там 14 лет или еще что-то 14 лет ничего не ешь никакой пищи 14 лет кто не будет спать не будет ничего есть такая личность будет способна победить инграджита на самом деле бхагаван он хотел убить очень много дел Это царство принадлежало Ирхаку династии. Ирма Чандра сказал, иди пристренслейт. Каждую югу Господь приходит в этот материальный мир. Он приходит для того, чтобы бороться с гемонами. Есть два вида людей в этом мире. В Гогите приводится одна шлока. Может быть, буквально пару слов меняется в этой шлоке. Сур и Асур. То есть существуют полубоги и демоны. Есть люди двух типов. То есть с демонической природой и с божественной природой. С природой полубогов. И те, кто находятся в гуне благости, их называют личностями с природой полубогов. Но те, кто находятся в Тамаху, они обладают демонической природой. И таким образом, по качествам и поведению личности вы можете определить, кем они являются. Таким образом, Рамачандр должен был находиться в Рису в течение 14 лет для того, чтобы Индраджит был побежден. И Махараш уже рассказывал эту катху. Кайкея. Она дала очень много пожертвований. Она открыла сундук со всеми богатствами. И она дала так много пожертвований. Потому что сейчас Рамачандр должен был стать царем. Так же, как Нарисим Хамарач, он очень красиво объясняет. Есть ли хоть одна личная в святом мире, которая, увидев Рамачандру, не почувствует счастье в своем сердце? Только лишь увидев Раму, автоматически ваше сердце растает. И была только лишь одна личность, которая была против Рамачандры. Рамачандры, кто это? Это была мантра. В лилах Махапрабху также вы видели? Есть две личности, которые были против Махапрабху. И кто критиковал Махапрабху? Кто это? А Монг. Он критиковал Махапрабху. Он очень сильно критиковал Махапрабху. Он увидел каких-то муравьев рядом с Махапрабху. Он сказал, наверное, Махапрабху есть какие-то сладости, что-то прячет. И они предлагали, одни предлагали Махапрабху прекрасный процент, а другие, они критиковали его. И говорили, о, что это такое? Махапрабху так много есть вкусностей. Кто это такие? Машина лилии. Это были джатила и кутила. Такова обязана джатила и кутила. Красота прямо, иначе она бы не проявилась. Если бы не было таких личностей, как они. Как бы мы узнали славу Раму Алилу? Если бы Рама не отправился в лес. И Нарсим Хморач, она рассказывает Алилу Мантеры. Ладно, об этом я расскажу завтра, сейчас будет говорить Махаредж. А завтра весь день мы будем слушать Рама Кадху. Завтра будет особенный день, и весь день мы будем слушать Рама Кадху. Мы будем слушать Рама Кадху. Мы будем слушать Рама Кадху. Продолжение следует...